Должна быть ясная государственная позиция, и причем она должна быть жесткая. Вы, господа богатые, вы можете участвовать вот в таком-то, таком-то ракурсе. А держать завод и потом его развалить, как вам хочется, предположим, или продать неизвестно кому, а тот потом ему неинтересно, он будет его банкротить. Вы знаете, вот я помню, например, много лет назад, в 90-е годы, приезжают американцы со своими кардиостимуляторами, мы вам дешевле продадим, чем обычно, вы только не покупайте ваши. А реально наши покупать нельзя было, потому что это было только начало, и были очень плохие. Так умные люди вот эти, которые приезжали, они на корню старались, понимаете, чтобы вообще этого не возникло. Сегодня вот у меня, скажем, есть первый в мире так называемый полнопроточный трехстворчатый клапан сердца. Мы его сделали, я его поставил 50 пациентам, он сделан на коленках. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Очень профессиональными людьми и так далее. Из области имплантологии у них есть соответствующие станки и так далее. Вот. Мы сегодня теми силами, которые у нас есть, запустить это производство не сможем. Потому что это реально очень высокий уровень, он должен стоять в организме человека 50 лет. Поэтому там особые сплавы, они требуют особой обработки. Ну, в общем, это суперпроизводство. Это даже не самолет создать. Поэтому, скажем, в мировой практике имплантируемые в организм человека устройства, они стоят 1А рубрика. Потом уже идет все остальное. Вот. И когда вы задаете этот вопрос, он просто, на мой взгляд, он просто сегодня не вписывается в повестку дня. Ее нет. Продолжение следует.